Альянс против Орды Альянс против Орды Туман войны выключен Мы будем наблюдать за GMPOAMD.Bigger 5, 4, 3, 2, 1, поехали Орк одновременно закладывает логово и алтарь Биггер строит один из пяти рабочих алтарь Первый построившийся в ратушу начинает производить казармы Интересна будет еще смена юнитов контрами с учетом скиллов героев Дело в том, что Биггер будет строить достаточно большое количество пехотинцев Порядка 10 штук И на это Орк среагирует вторым героем Таурен Чифтеном Со скиллом Вейв Огненная волна Но это было сделано на самом деле Биггером специально Только для того, чтобы потом резко уйти в хавков, в ястребов И нейтрализовать таким образом второго героя полностью Потому что Таурен Чифтен вообще сделать ничего не может против воздуха какого-либо Кроме того, ястребы прекрасно убивают всю землю Ну кроме стреляющих Гранты, соответственно, тоже беспомощны против хавков Достроилась одновременно ферма и алтарь В алтаре тренируется Архмаг в качестве первого героя У Орка, говорящий с духами Форсир Орк выбрал тоже Развитие равномерное Он не делает быстрый грейд, а тратит деньги на казармы Игроки обсуждают хаста Того человека, который создает игру Дело в том, что это уже вторая игра Первая проходила с огромным количеством лагов и дропов Играть было очень сложно И они говорят, что сейчас, по крайней мере, получше Но на ястребов Орк тоже среагирует быстрым грейдом на Тир 3 И хэтхантеров Охотников за головами Которым сделает грейд на берсерков Ну что ж, не будем забегать вперед Почти что сделался говорящий с духами Он сейчас направится прямиком на базу к Биггеру Биггер, не делая разведку, сразу же Влепляет башню у себя на базе Потому что противники уже встречались И он просто знает, что ожидать от этого Орка Готовится к Харасу и лепит башню Биггер берет трех ополченцев Дабы побыстрее прокачаться И нападает сразу же на нейтральных монстров Рабочий Орк стоит на Хайре Рядом со второстепенной базой Контролирует, если Биггер вдруг Возьмет вторичку Чтобы вовремя туда завернуть форсиру Форсиру вызывает волков Сделает это для того, чтобы Во-первых, регенерировалась мана А во-вторых, чтобы кулдаун Перезарядка, время перезарядки Волков прошло быстрее Сейчас будет интересный контроль Орку видит башню на базе И решает Харасить армию Он начинает волками атаковать Сначала мага, потом переключается на элементали Видя, что у него очень мало жизни Элементаль отходит назад И сейчас маг стреляет по элементали Но он всего лишь помог Орку Волк сгрыз элемент Получил заслуженные 40 очков опыта Орк строит бугаев и делает уже грейт На главное здание Он атакует архимага Фокусирует на нем огонь форсира и волков Прибежал первый бугай Как только пришла ночь Архмаг, сразу же используя плащик тени Скрывается в тень Форсиру сражаться с такой армией элементали И не имеет никакого смысла Как только опасность манавала Архимаг выходит из тени Начинает снова постреливать По волку Снова в тень Как только переключились на него Форсирует вызывает очередных волков Сейчас пехотинцы попытаются зажать бугая Но у них ничего не выйдет Они начинают атаковать волков Биггер тоже только-только начал грейт Главного строения У Биггера пока еще нет второго уровня И он нападает на мелких крипов Для того, чтобы получить долгожданную ауру Чародейскую Прокачивается он в страну Не подставляет элементы вперед Почему-то И под бой попадает в хитмен Как только он закончил этих крипов Он сразу же направляется На предполагаемую точку крипка Он просто оценил армию противника И прикинул, чем орк может заниматься На каких крипов он может пойти Ну и понял, что, скорее всего, он пойдет на достаточно сильных угров На второстепенной базе В своей базе Хуман делает лесопилку и магическую лавку Так, сапоги-скороходы выпали Форсир сразу же их отбирает Сзади подходит маг С пяти фикменами Форсир получает тоже второй уровень Теперь у него есть цвет молний В качестве второго скила Которые тоже, кстати, очень эффективны Против большого количества Низка хитпоинтов у химитов У мага 170 жизней Он сейчас скрылся в тени снова Нажимайте кнопочку Alt Для того, чтобы смотреть количество жизней Сейчас вот битый один футмен И один бугай битый Умеряет сначала фут А бугай, видимо, спасется Из 95 хитов Это недоконтролил Кстати, интересный момент сейчас будет Биггер стоит магом В тени А бугай, теряя жизнь И сражается с огромным воином Биггер выйдет именно в тот момент Когда у огромного воина Останется очень мало жизни Выстрел И Биггер получает заслуженный опыт И немножечко денег Орк уже делает третий грейд Главного здания Последний Он закупил лечебный эликсир И лечит сейчас своих бугаев на базе Все разбежались И вот сейчас главная макро ошибка орка Он влепляет второстепенную базу Мы очень много говорили в статьях о том Когда нужно строить второстепенную базу Сейчас у орка нет Никакого преимущества существенного Чтобы его выразить во вторичке Это определенный риск Он рискует Надеется на то, что Биггер не проконтролит его базу И та безнаказанно начнет приносить прибыль Биггер строит башню грифонов Читает святок регенерации Восстанавливает жизни у пехотинцев Форсир в это время прокачивается На достаточно слабых бомбрах Биггер строит две башни грифонов В качестве второго героя Как и ожидалось Таурен Читтен Ужный до тавров орка Который должен справляться с пехотинцами Сейчас будет тоже интересный момент Когда Биггер с Грейдом на щиты Дефенс Придет в наглую корку сносить логово И сделать это достаточно успешным Пришел волк На базу к Биггеру И увидел две башни грифонов И будет делать охотников за головами А в это время Биггер Семью с пехотинцами, лемом и магом Уничтожил уже первое логово И направляется к второму логову Вообще ничего не могут сделать с пехотинцем Потому как те выставив щиты Забирают 66-70% Колющих повреждений Но вот Вейв Уже второй Очень серьезно Уже два пехотинца умерли Но все-таки Биггеру удалось снести два логова Еле-еле И он отступает Сейчас Попытается снести еще одну казарму Форсир делает цепь молнии Убивает еще одного пехотинца И Биггер убегает Цена в три пехотинца Конечно стоила того У орка теперь очень долгое время Экономика будет заторможена Он не сможет производить Никакие юниты Вынужден сейчас будет тратить Деньги И время на строительство логов Кстати Биггер отменил Одну башню грифонов И вместо нее построил храм истины Для того чтобы производить Соответственно кастера Слава высшим эльфам Первые хавки Первые ястребы влетают Орк на второстепенной базе Возводит логово Второй герой У Хумена Горный король Высстаточно классическое решение И сейчас Биггер Считает Святок регенерации И бутылек маны И всей армии Направляется как раз В сторону второстепенной базы врага Не зная конечно же Что там второстепенная база Может быть он просто догадался По количеству боевых юнитов Потому что какое-то Количество средств Было потрачено Не на собственно армию А на возведение Как раз второстепенной базы Нескольких рабочих Двух в нашем случае И логово Поэтому С практикой Приходит Умение определять Есть ли второстепенная база Противника Или ее нет Именно по количеству войск Врагам В храме истины Биггер строит Волшебниц И сейчас Двумя ястребами Шестью пехотинцами Семью пехотинцами Двумя героями Нападает На второстепенную базу У орка У орка Очень смешная армия У него всего Пять грантов Два из них Крайне биты Первый тролль Берсерк Вейв проходит По Пехотинцам У гринты Очень биты Слоу Фокусирует Огонь ястреба Биггер смотрит На самых Битых Юнитов И соответственно Фокусирует огонь и минет По ним Фокусирует огонь и бауренчитами Кидают в него молоток У биггера погибло Порядка трех Четырех Пехотинцам Сейчас наверное Будет чуть больше Форсир читает Себе так Ускорение И пытается убежать Но получает Молоток И Двумя фокусирует огонь И последний Фаербол Архмадовский Убивает форсира МК Получает Второй левел Все Личка Наказана Если бы Биггер Не пришел На второстепенную базу Подождал Минуту полторы То База бы Начала Приносить Долгожданную прибыль И сделать что-то Холмин Было бы гораздо сложнее Сейчас он пришел Именно в тот момент Когда личка Только-только построилась Деньги на нее потрачены Но Не приносит прибыль Биггер Делает Грейт на замок А в храме истины Тренирует Священника У него на базе Шесть Берсерков Берсерки против Ястребов Против хавков Орг планирует Просто от футменов Избавиться Связкой Вейв Волна У Таурова Чифтена И Чейнлайта Цепная молния У форсира А С воздухом Расправится При помощи Охотников За головами Виггер В наглую Чистит крипа Которые по праву Принадлежат Орку Находятся На его половине Берет артефакт Камень жизни Достаточно неплохой Закупается В его магазине Качается Без каких-то потерь Потому что Подставляет Элементарь Орг Несется На базу Хумана С собой Берет Четверых Рабочих Видимо Планирует Застройку Но Проблема Для Орга Заключается В том Что Биггер Гораздо Ближе Находится К его Главной Базе Чем Орг К его И поэтому Скорее Сего Ах Орг Сначала Проверит Церственную Вазу Хумана Но Ее Он Не Обнаружил А лишь Увидел Что К главной Базе Своей Подходит Виггер Виггер Подбирает Еще Плащ Тени Которую Орг Забыл На Крипе Подобрать Орг Кстати Сделался Только Только Грейт На Портифайт Броню Теперь Все Логово И башни Имеют Тип Брони Не Тяжелый А Укрепленный Гораздо Сложнее Так Снести Игра Уничтожает Барак У орка Нет Второго Героя Ах Нет Он Только Только Построился Фордон Биггер Накладывает Словно Охотникам За головами Берсерков Убивает По одному Вейв Охотники За головами Становятся Берсерками Убивает Одного Пехотерсена Но Они Все Замедленны И Сейчас Фокусирует огонь Тауэрн Шифтене Вкладывают В него Замедление Биггер Не решается Подходить Близко Потому что Все таки Логово На защите Еще один Стрельмен Погибает Охотники Замедленны За головами Фокусирует огонь На ястребах Убивают Одного Второго Но Маутенкин Который Ворвался В центр Охотников Делает Клэп Уже Второй По счету И заставляет Их Отступить Все рабочие Орка Прячутся В логово Но Это уже Паника Исследование Завершено И как только Сделалось Исследование Ястребы Накладывают Облако На логово Орков Схоже С корсарами С этих Корсаров В Старкрафте Это победа